Тренировка в секции тяжелой атлетики идет своим чередом. Разминка, упражнения на выполнение техники. В зале клуба «Богатырь» уже состоявшиеся спортсменки. 17-летняя Светлана Чербакова – серебряная призерка юношеских олимпийских игр 2014 года. 7,5 лет она занимается этим неженским видом спорта. Начиналось все как развлечение. Сейчас с возрастом я уже понимаю, что это более серьезный спорт. То есть это не игра. И здесь есть цели, которые идут. То есть не только как увлечение, это еще и работа. За плечами опытной спортсменки победа на соревнованиях самого разного уровня. В числе последних достижений – золото первенства России среди юношей и девушек 1996 года рождения и моложе. Она и ее подруги по залу отстаивали честь Московской области в городе Старый Оскол Белгородской области. Это один из этапов был отбор на первенство мира. Значит, на нем костяк сборной команды Московской области составляли наши девочки. Это вот Щербакова Светлана, Щеголева Наталья и Фурдик Ирина. И совсем молодая Пекунова Юлиана. Все наши девочки заняли первые места, дали очень большое количество очков. И сборная команды Московской области благодаря этому выиграла первое командное место. Хотя этого не было уже на протяжении более 20 лет. В основном Москва выигрывала. Еще одну медаль, минувшую осенью, в копилку клуба добавила Наталья Щеголева, ставшая серебряной медалисткой Кубка России среди женщин. Пришлось бороться мне. Это была борьба за второе место. Я приехал, я думаю, я буду третьей, потому что там по стартовым местам. И я смотрела тренировки выступления соперницы своей. И как бы я поняла, что мне кажется, что, наверное, все-таки третьей будет. Но приехала, и так получилось, что смогла стать второй. Высока конкуренция была и на первенстве России до 17 лет. Более 250 спортсменов. В числе участников еще одна наша тяжелая атлетка. У Елены Форди, высокой категории 58, борьба шла на уровне мастера спорта международного класса. То есть не то, что мастер спорта, а уже мастер спорта международного класса. Но мы в 2 килограмма выиграли у соперницы нашей из Кемерово. И отобрались на первенство мира, которое будет проходить в городе. В стране Перу, в городе Рима. Таких результатов Ирина смогла добиться за короткий отрезок времени. Год, и она стала мастером спорта. Второй, заработала возможность поехать на чемпионат мира. Изнуряющая работа над собой, каждодневные тренировки, свободного времени не остается ни на друзей, ни на отдых. Но тяжелая атлетика так увлекла девушку, что она теперь и не представляет жизнь без штанги. Мне нравится заниматься тяжелой атлетикой. И если я отдыхаю больше двух дней, меня тянет зал, я не могу жить без тренировок. Я здесь расслабляюсь. Каждый успех – это не повод останавливаться. Это повод двигаться дальше. К новым победам и новым высотам. Так говорят сами спортсменки. Нам же остается только пожелать им достигать поставленных целей, несмотря ни на что. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.